Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за всё. Мы благодарны Тебе, что Ты пишешь свои слова на скрижалях наших сердец. И даёшь нам мудрость услышать их и следовать им. Мы благодарны Тебе, Дух Святой, за Твоё видение и помощь на всех путях наших. Чтобы мы были благословением для всех народов, укрепляясь Тобой, Господи, и могуществом силы Твоей в нас. Да будет воля Твоя в наших жизнях, благая, угодная и совершенная. Слава и хвала Тебе, наш Бог, во имя Иисуса. Аминь. Притчи. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый, со лживыми устами и при том глупый. Нехорошо душе без знания, и торопливый ногами оступится. Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на Господа. Богатство прибавляет много друзей, а бедный оставляется и другом своим. Лжесвидетель не остаётся ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасётся. Многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку, делающему подарки. Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него, гонятся за ними, чтобы поговорить, но и этого нет. Кто приобретает разум, тот любит душу свою, кто наблюдает благоразумие, тот находит благо. Лжесвидетель не остаётся ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Сегодня мы читаем первое послание Петра, главу вторую. Итак, отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь, приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании «Вот, я полагаю, в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится». Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а ныне помилованные. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли, как верховной власти, правителем ли, как от него посылаемым, для наказания преступников и для поощрения делающих добро, ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слухи со всяким страхом, слуги со всяким страхом повинуйтесь господам, не только добрым и кротким, но и суровым, ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо, ибо что за похвала, если вы терпите, когда вас бьют за проступки, но если, делая добро и страдая, терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его. Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его. Будучи злословим, Он не злословил взаимно, страдая, не угрожал, но предавал то судьи праведному. Он грехи наши Сам вознес телом своим на дерево, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами Его вы исцелились, ибо вы были как овцы, блуждающие, не имея пастыря, но возвратились ныне к пастырю и блюстителю душ ваших. В этой главе апостол Петр призывает нас быть кроткими, как наш Господь Иисус Христос, переносить наши скорби не ропща и не озлобляясь, даже когда они несправедливы. Только возлюбив чистое словесное молоко, что есть Слово Божье, мы в нем черпаем силу и мудрость, и терпение для нашей такой непростой земной жизни. Апостол Петр называет нас царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свет. Некогда народ не народ, а ныне народ Божий, некогда непомилованные, а ныне помилованные. Также он призывает нас, возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. Наша с вами жизнь живое письмо окружающим нас людям, свидетельство для них о нашем Господе. Давайте будем достойным его письмом, высоко неся звание христианин. Псалом Давида Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя святое имя его. Благослови душа моя Господа и не забывай всех благодеяний его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое, обновляется подобно орлу юность твоя. Господь творит правду и суд всем обиженным. Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив, не до конца гневается и не вовек негодует, не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам нашим воздал нам, ибо как высоко над землей небо, так велика милость Господа к боящимся его, как далеко восток от запада, так удалил Он от нас беззакония наше, как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его, ибо Он знает состав наш, помнит, что мы персть, дни человека, как трава, как цвет полевой, так он цветет, пройдет над ним ветер, и нет его, и место его уже не знает его, милость же Господня от века и до века к боящимся его, и правда его, на сынов сынов хранящих завет его, и помнящих заповеди его, чтобы исполнять их. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Благословите Господа все ангелы его, крепкие силою, исполняющие слово его, повинуясь глазу слова его. Благословите Господа все воинства его, служители его, исполняющие волю его. Благословите Господа все дела его, во всех местах владычества его. Благослови душа моя Господа. Дорогой Господь, мы благодарны Тебе за все. Мы благодарны Тебе за Твою святую кровь, пролитую за нас и омывшую нас от грехов и беззаконий наших, исцеляющая нас и соделывающая святыми перед Богом. Дух Святой, мы благодарны Тебе, что Ты ведешь нас, просвещая очи наших сердец и направляя нас в Божью волю, всегда благою, угодную и совершенную, давая силы и мудрость быть послушными ей. Слава и хвала Тебе наш Бог. Во имя Иисуса. Аминь. Будьте благословенны. До встречи. Слава Иисуса. Слава Иисуса. Иисуса. Слава Иисуса. Иисуса. Иисус. Иисуса. Иисуса. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! 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 Добро пожаловать в наш канал!